Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Деяний, 10 глава, я читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала Экзегет. Ну вот уже главный герой у нас Саввел, с ним мы уже познакомились, но пока что вот в этих главах, десятые, несколько следующих, у нас речь идет о Петре. Петр, который в Святой Земле находится, вот вокруг Иерусалима посещает разные города, и в данный момент он у нас живет в Иопии, современное название города Яффа, главный порт на побережье Святой Земли. И смотрите, здесь возникает проблема, которая дальше будет очень ярко представлена в служении Павла. Ну вот, иудеи, 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 а ведь есть еще язычники, с ними-то что? Вроде как и к ним посылается каждый апостол, но как это будет? Они должны стать иудеями или что-то еще? В Кесарии, а Кесария это крупный город, причем город в основном эллинизированный, был человек по имени Корнилий, сотник из полка, который носил название Италийский. Ну, типичный римлянин, да? И полк у него Италийский, и зовут его Корнилий, и сотник он, то есть центурион. Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым, боящимся Бога, он щедро сдавал милостыню и постоянно молился Богу. То есть он был, видимо, из тех, кто обратился в иудаизм, может быть, не принимая его формально, но верил в единого Бога, вот именно в версии Ветхого Завета. Однажды около девятого часа, то есть под вечер, там, с рассвета начинался отсчет часов, Корнилий было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал, Корнилий, он взглянул на него в ужасе и сказал, что, господин? Ангел ответил, Бог вспомнил о тебе, обратим внимание, что ангел говорит только, когда человек отозвался, да, когда он засвидетельствовал свое внимание. Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему, как приятный запах жертвоприношения. Пошли людей в Иопию, чтобы они позвали Симона, которого называют Петром. Он остановился у кожевника Симона в доме у моря. Очевидно, все знают этого кожевника Симона. Небольшие же города еще были. И смотрите, Бог вспомнил о тебе, но ты давай пошли за Петром. То есть не то, чтобы Бог вспомнил о тебе, вот себе какие-то дары, а не то, чтобы Бог вспомнил о тебе, и сюда сейчас придет Петр, а ты давай сам потрудись, ты тоже поучаствуй в этом деле. Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнилий позвал двух своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения, то есть тоже, видимо, верующего, пересказав им все, что произошло, он послал их в Иопию. А что в это время в Иопии? Готов ли Петр? Хороший вопрос. Он до сих пор проповедует только иудеям. А тут римский сотник к нему присылает своих слуг. В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться. Крыши были плоские, да, и хорошее место для уединенной молитвы. Оторваться от суеты. Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петру было видение. Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, опускаемое на землю за четыре конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, присмыкающиеся и птицы. Затем голос сказал ему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Ничего себе голодному человеку показывать. Там какие-нибудь змеи, жабы, черепахи, я не знаю. Не кошерные животные, те, которых нельзя есть. И как это заколи и ешь? То есть прямо тут на крыше сырыми, что ли, их есть? Или пойди себе приготовь? Нет, лучше мне обед. Сейчас сварят вкусно, я его поем. Нет, Господи, отвечал Петр. Я сроду не ел ничего оскверненного или нечистого. Тогда голос сказал ему во второй раз, не называя нечистым то, что Бог очистил. Так было три раза, и потом полотно было тотчас поднято на небо. Смотрите, в любой религии пищевые запреты самые строгие, вот самые такие понятные, потому что человек регулярно ест. И когда он контролирует свой стол, свой рацион, он явно прикладывает к этому серьезные усилия. Тем самым он показывает, что вера для него – это серьезно. Поэтому всякие правила, чистые и нечистые пищи, постные правила, там в исламе Рамадан, там в православной традиции Великий Пост, они действительно служат такими внешними маркерами. Насколько ты это соблюдаешь, вот настолько ты к этой религии формально принадлежишь. Ну, это формально. И Петр – хороший иудей, он не ест нечистой пищи, того, что не кошерно, того, что запрещено Торой. И тут голос его прямо призывает себе сделать обед из всех этих лягушек и прочих. И ему противно даже об этом думать. Но ему говорят, смотри, Бог очистил все, отныне можно есть все. Это про еду? – думает он. К чему это? Петр все недоумевал, что бы значило это видение, когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Симона, подошли и остановились у ворот. Они стали спрашивать, здесь ли остановился Симон, называемый Петром. Петр все еще обдумывал видение, когда Дух сказал им, «А тебя еще три человека». Три раза было и три человека. «Вставай и спускайся вниз, иди с ними без колебаний, потому что это я послал их». Вот пришлось целое видение показывать Петру, как бы сбить его со стереотипа. Мог бы Господь ему сразу эти слова сказать, но вот видение подготавливало его. Петр спустился вниз и сказал этим людям, «Я тот, кого вы ищете. По какому делу вы пришли?» Они ответили, «Сотни Корнилий, человек праведный и богобоязненный, уважаемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом и выслушать, что ты ему скажешь». Вот как доверяют ему, что бы ни сказал, выслушает. Тогда Петр пригласил их войти в дом и оказал им гостеприимство. Они вроде как тоже не иудеи и не должны с ним есть за одним столом. На следующий день Петр отправился с ними в сопровождении нескольких братьев из Иопии. Еще через день они прибыли к Кесарию. Корнилий уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. Когда Петр пришел, Корнилий встретил его и Павк его ногам поклонился ему. Но Петр поднял его, сказав, «Встань, я тоже человек». Разговаривая с Корнилием, Петр вошел в дом, где уже собралось много народу. Он сказал им, «Вы сами знаете, что иудеи возбраняются общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом». Да, вот правила чистоты. «Но Бог показал мне, что я ни одного человека не должен называть оскверленным или нечистым. Когда за мной пришли, то я пошел без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной?» Корнилий ответил, «Четыре дня назад в это самое время, в девятом часу, я молился в своем доме, как вдруг передо мной предстал человек, сверкающий одеждой. «Корнилий», — сказал он, — «твоя молитва услышана, твоя милость не вспомянута перед Богом. Пошли людей в Иопию за Симоном, которого еще называют Петром. Он гостит в доме кожевника Симона, что у моря». Полный пересказ. «Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришел. Сейчас все мы здесь, перед Богом мы хотим слушать то, что Господь повелел тебе сказать». Интересно, так подробно все это пересказывается, вот эта история, где Господь сам всем расписал роли, они их сыграли. Потом Петр еще раз в 11 главе это перескажет, потому что действительно очень важный момент. Это момент, когда исчезает грань, забор между иудеями и язычниками, которые принимают веру во Христа. Петр начал говорить. «Теперь я понимаю, что Бог действительно беспристрастен. В каждом народе ему угоден тот, кто боится его и поступает по правде. Он послал народу Израиля радостную весть о том, что мы можем иметь мир с ним через Иисуса Христа, который является Господом всех людей. Вы знаете о событиях, которые происходили во всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, которое проповедовал Иоанн? О том, как Бог помазал Святым Духом и силой Иисуса из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела, исцеляя всех, тех, кто был под контролем дьявола, потому что с ним был Бог. Мы свидетели всему тому, что Иисус сделал в стране иудеев и в Иерусалиме. Обратим внимание, что Он кратко пересказывает Евангелие, и, собственно, в этом суть благой вести. Его убили, повесив на дереве, уже никаких обвинений вы, потому что, да, здесь Он не обращается к тому, кто мог хотя бы как-то соучаствовать в призыве распять Христа. Но Бог на третий день воскресил Его и дал Ему являться людям, не всему народу, а заранее избранным Богом-свидетелем, то есть нам. И мы ели и пили с Ним после того, как Он воскрес из мертвых. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать о том, что именно Он и есть Тот, кому Бог определил судить живых и мертвых. О Нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в Него получает прощение грехов благодаря Его имени. Вот здесь такой более развернутый символ веры, но он основан на евангельской вести, конечно, на том, что именно вера в Иисуса позволяет человеку надеяться на жизнь в вечности и прощение грехов, как первый шаг к этому. Петр еще говорил это, когда на всех слушавших его проповедь сошел Святой Дух. Видите, там специально молились, чтобы он сошел, а здесь он действует сам еще до крещения. Вот Святой Дух, он действует не по расписанию. Верующие из обрезанных, которые пришли с Петром, были удивлены, что дар Святого Духа был излит и на язычников, потому что они слышали, как те говорили на языках и славили Бога. Вот то же, что было в Явлении Пятидесятницы, когда апостолы заговорили сразу на разных языках, здесь служит подтверждением того, что Дух действительно сошел на этих людей. И снова, а почему Дух сошел прежде крещения? Почему Бог делает так? Видимо, потому что Петр мог колебаться, крестить их или нет. Тогда Петр сказал, может ли кто-нибудь помешать быть крещенным водой этим людям, которые получили Духа Святого так же, как и мы? И он велел им принять крещение во имя Иисуса Христа. Потом хозяева попросили Петра остаться с ними еще на несколько дней. То есть, смотрите, вместо того, чтобы развивать какую-то длинную теорию о том, что язычники тоже принимают веру во Христа, а им не нужно сначала становиться иудеями, чтобы это произошло с ними, просто показывается прецедент, но показывается очень подробно. Петр получает появление непосредственно от Бога проповедовать. Он отправляется на эту проповедь. Эта проповедь приводит к обращению. Святой Дух свидетельствует о том, что Бог принял это обращение, и Петр их крестит. Вот, собственно, все. При этом Петр нигде не выстраивает план действий. Он отзывается на ситуацию. И, может быть, это некоторое такое приготовление к спору, который дальше будет очень подробно в этой книге разобран, что делать с язычниками, которые приняли Иисуса, как к ним относиться. Вот уже прецедент есть, причем прецедент рожденной жизни. Не то, что Петр там пришел и сказал, вот у меня есть такая идея, я сейчас буду так поступать. Нет. Вот Святой Дух действует в истории иногда, подводя людей к ситуативным решениям, из которых вырастает практика. Потом эта практика осмысляется. Да, вот мы так делаем, потому что так правильно. Тот самый случай. Но эта история еще будет отдельно разобрана на таком маленьком апостольском соборе в 11 главе. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok